фактор азербайджана турецкого сотрудничества пожалуй в последнее время стал определяющим на южном кавказе хотя еще совсем недавно все было иначе и ряд экспертов не без основания говорили о лидирующем российско-армянском влиянии в регионе однако 44-дневная война изменила расклад сил визит президента эрдогана в азербайджан открытие совместно с эльхамом алиевым нового физулинского международного аэропорта а также закладка фундамента зангизурского коридора еще раз показали ту кардинально важную и стратегическую роль что играют баку и анкара на кавказе поэтапно расширяя спектры своего влияния как сейчас воспринимают в москве вектор азербайджана турецкого сотрудничества в регионе не ломает ли он планы кремлю и настроена ли россия на сотрудничество с новым блоком силы на кавказе как отметил в беседе с минвал ас ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций михаил нижмаков безусловно москва учитывает особые отношения баку и анкары новые аспекты взаимодействия турции и азербайджана в 2021 году также были вполне прогнозируем и по его словам ситуация на южном кавказе также периодически упоминалась в качестве одной из тем переговоров между риджепом эрдоганом и владимиром путиным на вскидку можно вспомнить что после состоявшейся в январе 2021 года трехсторонней встречи с участием владимира путина эльхама алиева и никола пашиняна ее итоги обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и турецкого президентов отметил российский политолог по его словам для азербайджана сейчас конечно объективно выгодно сохранение прагматичного результативного диалога между россией и турцией вместе с тем есть примеры когда разные взгляды например на нюансы деятельности и полномочий российского миротворческого контингента публично заявлялись официальными лицами из москвы и анкары можно вспомнить скажем январское интервью главы мид турции мевлюточеву шаглу изданию саба где он отмечал что у российских миротворцев нет компетенции решать кто может приезжать или уезжать через лачинский коридор уточнил политолог тем не менее пока есть взаимная заинтересованность россии и турции выстраивание диалога по ситуации в разных регионах где присутствуют интересы этих государств прагматичные переговоры между ними по согласованию позиций связанных с проблемами южного кавказа также могут быть результативны считает наш собеседник таким образом россия прагматично заинтересована в сотрудничестве с блоком ваку анкара на южном кавказе убежден он недавно секретарь совбеза армении армен григорян отметил что по вопросам нормализации отношений еревана и анкары обсуждение ведутся также с российскими коллегами то есть роль москвы в решении задач в итоге ведущих к созданию благоприятных условий для разблокирования транспортных коммуникаций в регионе в ближайшее время будет оставаться значительной отметил наш собеседник что касается посреднических усилий россии в отношениях между боку и ереваном то как отмечает нижмаков москва уже демонстрировала свои возможности в качестве посредника в вопросах активизации диалога между баку и ереваном поэтому трехсторонняя встреча в москве в начале ноября вероятно состоится вспомним возобновление деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров россии азербайджана и армении в августе 2021 года состоявшаяся несмотря на напряженную ситуацию в регионе между тем в предыдущие годы в конце ноября декабре как правило возрастало внимание международных посредников к организации переговоров между армянской и азербайджанской сторонами схожие тенденции могут наблюдаться и в этом году а значит руководству россии было бы выгодно продемонстрировать свои возможности по выстраивании диалога между баку и ереваном именно в ноябре в этом смысле слухи о подготовке встречи ильхама алиева и никола пашиняна при посредничестве владимира путина уже в ближайшей перспективе могут иметь под собой реальную почву подчеркнул политолог как отмечает не и жмаков пресс-секретарь мид армении ван унанян осторожно отмечал несколько дней назад что встреча между премьером армении президентом азербайджана пока не запланировано а предложение о разных встречах в различных форматах находятся в стадии обсуждения но по словам политолога не стоит забывать что подготовка к переговорам с баку как правило трактуется многими представителями оппозиции и экспертного сообщества армении как готовность правительства никола пашиняна к существенным уступкам азербайджанской стороне исходя из этого политолог делает вывод что правительству армении будет объективно выгодно если официальная информация готовности к проведению подобной встречи появится в последний момент среди ключевых тем возможной трехсторонней встречи владимира путина ильхама алиева и никола пашиняна называют вопросы делимитации и демаркации границы между азербайджаном и арменией вероятно в качестве сигнала именно о такой тематике подобных переговоров многие восприняли реплику российского президента на заседании клуба валдай что для решения этого вопроса никто и не нужен кроме двух сторон и россии тем не менее пока велика вероятность что существенная роль на такой встрече может быть отведена именно вопросом разблокирования транспортных коммуникаций это вопрос на котором неоднократно акцентировали внимание представители российской стороны в том числе лично владимир путин впрочем на подобные встречи об определенных подвижках в рамках переговоров по поводу делимитации и демаркации границы также может быть заявлено резюмировал наш собеседник